Почему революция 1905 года потерпела поражение? Неудача 1905 года отпугнула от революции даже многих из среды рабочей партии. Только большевики оставались при прежних своих взглядах. Некоторые перестали вообще верить в успех революции. Другие говорили, не надо было браться за оружие. Но не так смотрели Ленин и большевистская партия на революцию. По их мнению, неудача имела три основные причины. Первая причина – помощь русскому самодержавию со стороны международного капитала. Французские банкиры, в первую очередь и целый ряд капиталистов других стран, вместе со своими королями, царями и президентами видели в русском царе оплот против рабочих. Поэтому царю давали займы, мирили царя с русской буржуазией, словом и делом помогал русскому самодержавию заграничный капитал. Вторая причина – несознательность крестьянства. Крестьянство верило в царя и после 9 января. Это передавалось армии, состоявшей главным образом из крестьян. Земельные волнения, бунты в войсках имели огромное значение, но они проходили разрозненно, недостаточно организованно, без руководства со стороны рабочего класса в полной мере. Третья причина – подлая измена буржуазии. Вначале буржуазия и земцы как бы поддерживали пролетариат, но крестьянин потребовал конфискации земли, а рабочий – более человеческих условий труда. С другой стороны, царь как кость собаки выбросил земцам-фабрикантам и купцам конституцию. Всё это побудило буржуазию и земцев повернуть в сторону царя. Рабочих стали выбрасывать на улицы, а после ослабления рабочих легче было расправиться и с крестьянами, и с войсками, где были бунты. Буржуазия и либеральные дворяне рассуждали так. Как неплох царь, а всё он лучше, чем победа рабочих и крестьян. По сути дела, для себя эти предатели рассуждали правильно. Хотя царское правительство стесняло промышленность, давило всех, но будущее показало, что победы рабочих и крестьян действительно горше всего для заводчиков, фабрикантов, земледельцев. Октябрьская революция 1917 года навсегда лишила их награбленных богатств земли. Нет худа без добра, однако. Благодаря революции 5-го года буржуазия себя показала в настоящем свете. Она отошла направо к царю. Отныне русский рабочий знал, кто его враг, наряду с самодержавием. Это имело огромное значение в следующую революцию. С другой стороны, крестьянство сильно выросло, стало сознательнее благодаря опыту революции 5-го года, земельный вопрос был поставлен, что называется, во весь рост. Появились первые земельные комитеты. Крестьянин научился ненавидеть помещиков, бить их, захватывать землю. Но самое важное это то, что крестьянство научилось на опыте понимать значение сплоченности и организации. Главное же оно научилось понимать значение союза рабочих и крестьян, значение рабочего класса как руководителя, вождя всех трудящихся на трудном революционном пути. Паралитариат был вождем и в день 9 января, и в октябрьскую забастовку, и в ноябрьские, и в декабрьские дни. Это видели и признали все. Рабочий же класс на тяжелом боевом опыте убедился, что только соединение всеобщей забастовки с вооруженным восстанием может дать победу над самодержавием. Он вместе с крестьянством убедился также и в том, что разнобой в выступлениях худший враг революции, лучший помощник самодержавия. Революция требует единого руководства. Руководителем, вождем может быть только рабочий класс во главе с закаленной партией. Оружие же, говорили большевики, бояться нечего. Наоборот, лучше дружнее, смелее пускать его в ход. Главная задача революции. Вместе с тем яснее стал вопрос о революционной власти, которая должна была добить самодержавия, сделать народ свободным.